Модуль зарядки Galaxy S5 уже старая модель, сложность замены состоит в отделении дисплейного модуля от корпуса, поэтому за эту работу мы берём где-то 35-40 кг. Телефон полежал у меня на сепараторе, где-то минут 5-110 градусов у меня на сепараторе, после этого аккуратно начинаем выделять дисплейный модуль. Несколько опасных моментов, о которых я сейчас расскажу. Первое – это шлейф тачскрина и дисплея, который проходит вот здесь. Разъём дисплея, как раз вот здесь он находится, чтобы не повредить его, а вот всё дальше всовывать уже нельзя. Аккуратно соединяем. Так, и ещё один приятный момент – это кнопка Home, которую также… шлейф, который также можно оторвать. А вот он у нас пристегивается к системной плате, вот этот шлейф. Поэтому, когда срезаем двусторонний скотч в этом месте, быть предельно аккуратным. Тоже самое, да? так, ирф! Сейчас я открою на дисплейный модуль и наглядно уже покажу. Если владелец такого телефона захочет отделить дисплейный модуль, конечно, не советую, если опыта нет, уже отнести и в сервисный центр, потому что очень легко сломать, очень тонкий модуль и очень дорогой. По сегодняшний день у нас замена такого дисплейного модуля стоит около 90 евро, точно не скажу. Итак, вот мы практически соединили, остался нижний двусторонний скотч. Большую температуру не давайте, потому что данный амулет очень можно легко сжечь. Вот, кнопки подсветки. То же самое аккуратно вот так вот отделяем каркасу и извлекаем в целости дисплейный модуль. Первый опасный момент – это вот этот вот шлейф, шлейф тачскрина. Когда вы открываете, да, когда вы открываете, можно очень легко повредить его. Я открываю пластиком, то есть если пластиком провести вот сюда попасть, то вы просто оборвёте тачскрин. То же самое здесь шлейф дисплея. Как я уже сказал, шлейф кнопки Home. Подсветка, которая, видели, да, тоже часто прилипает к стеклу. Тоже можно оторвать её при отделении дисплейного модуля вот здесь внизу. Вот на эти внимание, обратите внимание, на эти особенности обратите внимание. Ну и помимо периметра двустороннего скотча, который крепится к периметру. Вот здесь ещё есть двусторонний скотч, который клеит сам дисплейный модуль, сам дисплей точнее, вот он. Вот он здесь, соответственно, оранжевым цветом, медный двусторонний скотч. Всё, сняли, ну дальше уже всё просто. Откручиваем винты. Откручиваем винты. Убираем все винты. Убираем все винты. Убираем все винты. так, вот я зеленой кулак откручиваю вечеринкой. Продолжение следует... Итак, снимаем заднюю рамку. Вот зачем мы разобрали телефон. Как видите, разъём зарядки у нас повреждён. Меняем VNC LMO 0. Можно, конечно, заменить сам разъём. Вот этот вот. Я вам скажу, по цене выходит практически одно и то же. Поэтому очень редко я меняю только один разъём. Бывает, конечно, в основном меняем модуля. Если нет модулей у нас в наличии, то меняем разъёмы. Снимаем кончальные кабеля, переставляем на новый шлейф. Нижние кнопки с подсветкой. Итак, данную деталь лучше не выкидывать. Я их не выкидываю никогда. Всегда можно что-нибудь с него снять. Либо просто заменить сам разъём. И этот модуль уже можно будет переставить потом. Вот. Также можно снять различный микрофон, допустим. Разъём коаксиального кабеля, разъём самого модуля. Там подсветку можно паять. Всегда нужно что-нибудь использовать. Выкидывать его не стоит. Пристегнули. Застёгиваем. Застёгиваем как селы. Белый. Синий. Застёгиваем. Так, и эти кнопки. Снимаем старые. Снимаем старые. Так. В общем-то всё. Дальше собираем в обратном порядке. Старый скотч советую убрать. Продолжение следует... Чищаем поверхность. Винтик сюда, обратно на нижний модуль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаю старый скотч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...